Приветствую вас на Амурском областном телеканале. В эфире новости. В студии работает Мария Селезнева. И сегодня в выпуске. Не раньше конца мая власти объявили, когда откроют проезд для больших грузов по эстакаде на мосту Черездию. С отставанием. Работы по берегу укреплению ЗИИ идут не по графику, но строители обещают наверстать. На набережной Амура стройка в разгаре. Без тепленькой. После гидравиллических испытаний часть жителей Благовещенска осталась без горячей воды. Проверка на чистоту. Жилищная инспекция пошла по домам. Последний образовательный рывок. Через неделю закончится учебный год у младших и средних классов, к концу месяца и у выпускников. Грузовики масли до 10 тонн пустят по мосту Черездию не раньше конца мая. Такое заявление сделал глава Минтранса Амурской области Александр Зеленин. Тогда же будет и восстановлено обычное движение транспорта по переправе вместо реверсивного, которое действует сейчас. Напомним, в ночь на 14 мая на мосту была установлена эстакада, позволяющая обезопасить для движения транспорта аварийный участок с просевшей плитой. Однако, даже с ее вводом в эксплуатацию, уточнили в правительстве области, восстановить привычный двусторонний трафик движения пока нет возможности, так как на мосту есть еще один аварийный участок, требующий ремонта. 22 мая мы планируем установить такую же эстакаду на втором участке, который деформирован у нас, и фактически запустить движение полноценное по мосту транспортных средств полной массой до 10 тонн. Впоследствии мы планируем провести ремонтные работы и считаем, что в июне месяце мы их точно должны завершить. Сегодня уже предприятия изготавливают плиты и до конца месяца, они должны быть у нас до 28 числа, должны быть готовы к установке уже. При этом, добавил Александр Зеленин, уже в этом году планируется начать капитальный ремонт моста, тем более, что есть соответствующее поручение президента страны. Ну а после ввода в эксплуатацию нового моста через Зею, начало строительства которого также намечено на 2020, старый может получить узкую специализацию только для грузового автотранспорта. Евгений Вдовенко, Андрей Белый, Амурское областное телевидение. Губернатор при Амуре Василий Орлов на днях побывал сразу на двух крупных стройках Благовещенска. Осмотрел, как ремонтируют площадь Ленина и Золотую милю и как ведется берегоукрепление Зеи. Подробности у Юрия Камышного. Когда пуск объекта должен быть попал? 21 год. Контракт у нас до 30 ноября, но мы думаем, что мы сделаем его раньше. На участке набережной реки Зеи от судостроительного завода до улицы Конной сейчас ведутся работы по укладке фундамента и демонтажу старых железобетонных конструкций. Уже выполнена лесосводка, отсыпано 25 тысяч кубометров песчаногравийной смеси. Стройка началась зимой. Пока специалисты трудятся в одну смену, но с июня перейдут на двухсменный график, чтобы успеть выполнить объемы в срок. На данный момент отставание от графика 20-25 дней. Из-за того, что поскольку это гидротехническое сооружение и своего рода специфический металл идет, который мы на Дальнем Востоке, сожалению, не нашли. И с прошлого месяца было заказано это все в западной части страны. Вот оно как раз таки все дошло, но с опозданием 20-25 рабочих календарных дней. Береговое укрепление – это лишь часть большого проекта, который реализуют на берегу Зеи. Здесь также запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, школы на 900 мест, детского сада и большого жилого комплекса на 110 тысяч квадратных метров. Когда у нас первый этап еще раз заканчивается? Первый этап заканчивается по плану 25 августа этого года. Он закончится у нас чем еще? Это закончится старая площадь, так называемая старая площадь участка. Если так проводить линию от улицы Островского до улицы Пионерской, вот эта часть будет полностью выполнена. Частично будут выполнены работы по подсадке деревьев, по скверу. Но они будут сделаны частично, в связи с тем, что основные деревья будут садиться в 2021 году и поздние осенью этого года, по рекомендации Денрова. Еще один крупный объект, где побывал губернатор Василий Орлов – это строительная площадка, расположенная в самом центре города. Здесь ведется реконструкция старой площади и подготовка к возведению целого комплекса объектов, главным из которых станет культурный центр «Трибуна Холл». Это получится универсальное сооружение. Его можно будет использовать как смотровую площадку и трибуну для зрителей. Связать две площади предполагается широкой аллеей с оборудованными на ней сухими фонтанами, местами отдыха – торговыми павильонами. По фонтану у нас, пока это сюрприз, есть хороший спонсор, который это все профинансирует. И здесь даже дело не в деньгах, а в том, что будут применены очень хорошие решения, которые применены в лучших городах России, в Европе. Это будет очень красивый фонтан с определенными световыми эффектами. Надеюсь, что он станет таким украшением площади. Помимо «Трибуны Холла» в рамках проекта на обновленной площади заменят брусчатку, выполнят работы по озеленению, установят малые архитектурные формы и новое освещение. Окончательный срок сдачи объекта – 2023 год. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Подача горячей воды в дома благовещенцев возобновилась, но пока получили ее не всем. В четверг завершился объявленный трехдневный срок профилактических гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения областного центра. По данным предприятия Амурской коммунальной системы, опрессовка магистральных сетей города прошла без эксцессов. Повреждений и порывов линий не обнаружено. А вот на восьми участках внутриквартальных водопроводов выявлено несколько дефектов. Именно поэтому на прилегающих к ним улицах возобновление подачи горячей воды пока временно отложено. В настоящий момент ремонтные бригады уже приступили к устранению неполадок. По мере завершения работ будет возобновляться и подача горячего водоснабжения. Адреса таких районов города указаны на сайтах администрации Благовещенска и АКС. Глава Шимановска Павел Березовский опубликовал заключение медиков, свидетельствующее об отсутствии у него вируса COVID-19. Это он сделал потому, что в городе пошли слухи о том, что руководитель не появляется на работе. Как сообщил сам Павел Березовский, недавно во время своего отпуска он побывал в регионе с повышенной опасностью по коронавирусу. По возвращению домой ушел, как и положено, на 14 дней на самоизоляцию. При этом глава Шимановска сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Им-то он и поделился в соцсетях. Тем временем в Шимановске, так же как и в Свободном, будет введен особый режим въезда и выезда. В городе был зарегистрирован 31 случай новой коронавирусной инфекции. Всего же, по данным, на пятницу во Мужской области выявлено 204 случаев заражения COVID-19. 10 случаев было зарегистрировано 15 мая. По сообщению специалистов Роспотребнадзора, у 83-х человек коронавирус протекает в форме пневмонии. Из них три подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Бессимптомный вид выражен у 65-ти амурчан. Они практически не ощущают никаких признаков болезни. И еще у 56 граждан коронавирус протекает, как у РВИ. Между тем, наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет. По данным на пятницу, 44 человека выздоровели и выписаны из стационара. 12 человек получают амбулаторное лечение. По сообщению медиков, при Амуре развернуто 6 инфекционных госпиталей на 417 коек. Средств индивидуальной защиты хватит от месяца до двух. Специалисты ждут дальнейших поставок. Надо отметить, что у нас почти 40% из заболевших – это люди относительно молодые, это люди в возрасте от 30 до 50 лет. Это говорит о том, что недостаточная самоизоляция, недостаточная дисциплина. Поэтому мы, конечно, эту ситуацию сегодня внимательно обсудили, какие дополнительные меры нужно принять. В частности, по городу Шимановску мы видим рост заболевания. Мы видим, откуда это заболевание попало в Шимановск, кто контактное. Это, по сути, все от одного человека идет. Поэтому было принято решение ввести дополнительное ограничение по Шимановску, закрыть город с 18 числа по аналогии с городом Свободным. Тем временем жилищная инспекция усилила контроль за ежедневной уборкой домов. Все чаще амурщане стали жаловаться на то, что управляйки не обрабатывают подъезды или делают это некачественно. В пятницу специалисты, вооружившись белыми салфетками, отправились в рейд. Осматривается, поскольку не за что ему цепляться, получается перила, потому что это самое главное, за что люди берутся. Осматривают не только перила, а еще почтовые ящики, двери, кнопки домофона, дверные ручки. Их протирают влажными салфетками. Затем осуществляют визуальный осмотр. Такие проверки на качество влажной уборки в жилых домах проводят без предупреждения. Направляющие компанию уведомляют о визите лишь за 30 минут. Раз в неделю, бывает даже два раза в месяц, я проверяю, так как я курирую этот дом, проверяю уборку уборщицы. Если я что-то замечаю, либо есть замечания от жильцов, я ей говорю, чтобы она исправила эти нарушения. Представитель жилищной инспекции рассказал, горожане стали чаще обращаться с жалобами в ведомство. Многих не устраивает качество уборки или полное ее отсутствие. Специалист пояснил, что часто люди попросту путают две процедуры – влажную уборку с дезинфекцией. Жалобы в основном поступают о том, что дезинфекция не проводится, либо проводится ненадлежащим образом. Но тут понимание граждан именно о процедуре дезинфекции, оно отличается от их ожидаемой, отличается от реальности. Потому что это та же самая влажная уборка, только с применением дезинфицирующих средств. Сегодня комиссия проверила 11 домов. В ходе рейда были выявлены незначительные нарушения. Управляющей компанией рекомендовано их устранить в течение трех дней. Анастасия Слесарева, Андрей Белый, Амурское областное телевидение. Благовещенске простились с Татьяной Павловной Фарафонтовой. Депутат Законодательного собрания двух созывов ушла из жизни после продолжительной болезни на 64-м году жизни. Несмотря на ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, прощание с Татьяной Фарафонтовой прошло в открытом режиме, но с соблюдением всех санитарных требований. Ее знает вся область. На протяжении многих лет Татьяна Павловна работала в сфере экономики и прошла большой трудовой путь от бухгалтера машиноиспытательной станции до заместителя министра финансов при Амуре. В последние годы занималась законодательной деятельностью. Проститься с ней пришли друзья и коллеги, а также первые лица города и области. Для меня, конечно, этот человек представлял больше, чем профессионал и специалист. Это был мой близкий наставник и советчик, который мне всегда мог по-матерински, добро и открыто указать на мои недостатки, скорректировать мое поведение. Очень жаль, что не стала Татьяна Павловна. Нам ее всем будет не хватать. О начале нового учебного года, отмене ОГЭ и праздновании выпускного амурским журналистам рассказала министра образования и науки области Светлана Яковлева. По словам руководителя ведомства, эти вопросы сейчас одни из самых актуальных. В беседе с министром принял участие и корреспондент Амурского областного телевидения. Этот учебный год выдался непростым. Почти полтора месяца обучение ведется дистанционно. В последнее время родители и ученики стали часто жаловаться на слишком большой объем домашней работы. В свою очередь, министр образования и науки подчеркнула, не нужно замалчивать. Такие факты. Если учитель вам выдал большой объем домашнего задания, вам необходимо обратиться либо к классному руководителю, либо к директору школы. То есть вопрос нужно решить в той образовательной организации, в которой вам такое непомерно большое домашнее задание выдали. Если же образовательная организация не решила вашу проблему, обращайтесь к нам в Министерство образования Амурской области. Еще одной болезненной темой стали предстоящие экзамены. Министр отметила, в этом году для девятиклассников основного государственного экзамена не будет оценки. Выставят, основываясь на успеваемости в течение года. Официальный приказ от Минпросвещения РФ появится уже на следующей неделе. Что касается единого госэкзамена, его сдавать будут, но не все. Для тех ребят, которым нужен только аттестат, и они планируют поступать в среднепрофессиональные учебные заведения, может быть, кто-то планирует уйти в армию служить, другие какие-то причины, можно будет не сдавать экзамены. Оценки будут выставлены также по итогам успеваемости за год. А те ребята, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, будут сдавать единый государственный экзамен в более поздние сроки. Точная дата проведения единого госэкзамена также будет отражена в приказе Минпросвещения страны. В рамках пресс-конференции Светлана Яковлева рассказала, как будет организован новый учебный год. Новый учебный год пока никаких изменений не претерпевает. Планируется его начало с 1 сентября в очной, обычной форме, но, возможно, с дополнительными мерами по сам эпид-обстановке. То есть и масочный режим, и система дезинфекции, и термометрия, утренний фильтр, ну и прочие вещи, которые позволят не допустить распространения инфекции. Глава ведомства добавила, для большинства школьников учебный год завершится 23 мая. А для учеников старших классов он продлится до 30 числа. Ольга Сысоя, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. В день семьи, который во всем мире отмечают 15 мая, сотрудники Амурского управления ЗАГС поздравили новобрачных и вручили им символические подарки. Не обошли вниманием и те семьи, чьих мам и малышей в этот день выписывали из роддома. Несмотря на строгие ограничительные меры, праздник удался. Такие красивые альбомы и почетные знаки новобрачном Преамурье вручили 19 парам. Несмотря на ограничения и отмену пышных торжеств, люди все равно женятся. Да и разводов стало меньше, отмечают в управлении ЗАГС. У нас плюс 64 брака. Это при всем том, повторяю, что мы просили перенести и молодые люди переносили с учетом наших пожеланий. И с удовольствием мы отмечаем, что разводы у нас тоже снижены. Наталья Томилова отметила, что подобные мероприятия укрепляют семьи, а крепкая семья – это залог крепкого общества. После поздравления молодоженов сотрудники ЗАГСа поздравили мам, выписывающихся из роддомов. Букеты, памятные знаки, рожденные в Преамурье и фотоальбомы получили 23 женщины. Фотоальбом мы дарим, потому что, говорю, электронные, хорошо фотографии, а семейный альбом, когда вы сюда поместите свои первые фотографии. Наверное, всегда будет через 20-25 лет приятно посмотреть. Ура! В семье Анны и Евгения появился второй ребенок. Старшему сыну уже 16. Самому юному члену семьи, дочке, несколько дней от роду. Назвать ее решили Софья. Означает мудрость. Довольно редкое имя. Насколько я знаю, что если у человека редкое имя, прости, милая, перебить, то он и в жизни уже идет как бы особнячком, и ему уже, ну, как бы заранее, ну, такой путь у него будет уже свой. По словам работников ЗАГСа, в этот день мамы чаще всего выходят из роддома с синей ленточкой на детском одеялке. В этом году статистика поменялась. Цветущий май подарил Преамурью 15 девочек и 8 мальчиков. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова